Здравствуйте, меня зовут Даниил Хаймович. В этом видео я расскажу вам о наиболее распространенной проблеме, с которой граждане обращаются к юристам по семейным делам. Как вы, наверное, уже догадались, речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно статье 80 семейного кодекса, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. По умолчанию, размер и форму содержания родители определяют самостоятельно. И действительно, в большинстве случаев родители прекрасно понимают, осознают эту свою обязанность, и вмешательство государства не требуется. С этим связано также и то, что законодатель предусмотрел возможность заключения соглашения между родителями. Данное соглашение должно быть заключено обязательно в письменной форме и должно быть удостоверено нотариально. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой ничтожность данного соглашения. Форму и размер содержания родители могут установить любую, однако при этом размер того содержания, которое получает ребенок по соглашению, не может быть ниже того, которое бы он получал в случае отсутствия соглашения по закону. То есть для одного ребенка это должно быть не ниже 1,4 доли заработка, для двух не менее 1,3, и для трех и более детей не менее половины заработка. Что еще важно сказать о нотариальном соглашении об уплате алиментов? Это соглашение имеет силу исполнительного документа, то есть в случае, если одна из сторон не выполняет свои обязанности по соглашению, у другой стороны нет необходимости обращаться в суд, она может сразу обращаться к судебным приставам за принудительным исполнением данного соглашения. Расторжение или изменение условий соглашения также возможно в случае, если между сторонами достигнуто соглашение. Они могут это сделать в добровольном порядке, причем это должно быть сделано в той же форме, в которой соглашение заключалось, то есть письменно и нотариально, и быть нотариально заверенным. Если же соглашение между сторонами не достигнуто, заинтересованная сторона может обратиться в суд, который в случае, если будут установлены обстоятельства, при которых соглашение может быть изменено, может вынести такое решение. К этим обстоятельствам можно отнести существенное изменение материального положения одной из стороны, какие-либо злоупотребления с другой стороны и так далее. Однако же, как правило, граждане обращаются к юристам тогда, когда достижение компромисса между сторонами невозможно, и одна из сторон не выполняет свои обязанности по содержанию ребенка. В этом случае алименты устанавливает суд. Здесь также возможны варианты. Вы можете обратиться в суд либо путем подачи искового заявления, либо подачи заявления о выдаче судебного приказа. Что такое судебный приказ? Судебный приказ – это судебный акт, который выносится в течение пяти дней после поступления заявления о его выдаче в суд и имеет силу исполнительного документа. Казалось бы, это наиболее быстрый и простой способ назначения алиментов, особенно учитывая то, что вынесение судебного приказа не предполагает очного судебного разбирательства. Однако здесь есть свои нюансы. После вынесения судебного приказа суд высылает его должнику, который в течение десяти дней после получения имеет право подать в суд заявление об отмене судебного приказа. И в этом случае суд безусловно его отменяет и разъясняет заявителю его право заявить требования об уплате алиментов в порядке искового производства. Таким образом, заявитель теряет не менее двух недель и возвращается, по сути, к тому, с чего можно было начинать, то есть к обычному исковому производству. Поэтому в случае, если вы предполагаете, что со стороны должника будут возражения по уплате алиментов в целом или по их размеру, то, наверное, имеет смысл подавать исковое заявление, не тратя время на подачу заявления о выдаче судебного приказа. Исковое заявление может подаваться как к мировому судье, так и в районный суд. Подсудность зависит от того, связано ли заявление об уплате алиментов с еще какими-либо требованиями. Если вместе с заявлением об уплате алиментов предъявляется требование об установлении отцовства, оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка, то такое заявление будет рассматривать районный суд по месту жительства заявителя, либо по месту жительства должника. Суд может остановить алименты либо в привязке к зарплате должника, то есть в долях к его заработку, это не ниже 1,4 для одного ребенка, не ниже 1,3 для двоих и не менее половины для троих и более детей. Либо же установить выплату алиментов в твердой денежной форме. Когда это возможно? Закон устанавливает, что это возможно в тех случаях, когда должник либо не имеет стабильного заработка, либо получает доход в натуральной форме, либо в иностранной валюте полностью или частично, либо в иных случаях, когда установление алиментов в привязке к его заработку нарушит интересы ребенка. Одним из наиболее распространенных случаев, когда такое установление возможно, это когда должник выезжает за пределы Российской Федерации. В настоящее время такие ситуации нередки и важно это учитывать. Нас часто спрашивают, возможно ли взыскать алименты за прошедший период. Это возможно. И закон предусматривает возможность такого взыскания за трехлетний период до момента обращения в суд с заявлением. Однако здесь важно учитывать, что требуя взыскания алиментов за прошедший период, вы должны доказать, что вы пытались взыскать алименты, прилагали к этому какие-то усилия, а должник уклонялся от этой уплаты. Обращаясь в суд за взысканием алиментов, граждане зачастую забывают, что фактически они представляют в суде интересы своих детей, а не свои собственные. И алименты это право ребенка, а не право родителя. С этим связано то, что законодатель запрещает зачет алиментов какими-либо иными встречными требованиями, запрещает обратное взыскание алиментов, если они уже были уплачены, за исключением тех случаев, когда такое взыскание происходило на основании решения суда, вынесенного в связи с тем, что заявитель представил какие-либо ложные сведения. Поэтому от алиментов также невозможно отказаться. Невозможно отказаться от взыскания задолженности по алиментам. Невозможно подписать соглашение, о котором этот долг прощается. Простить должнику его обязанность по уплате алиментов может только суд, если по заявлению должника он установит, что существуют обстоятельства, которые на данный момент делают невозможным уплату алиментов. Например, у должника тяжелое материальное положение, или тяжелое заболевание, которое делает его нетрудоспособным, лишает его возможности получать регулярный заработок. Только в таком случае обязанность по уплате алиментов может быть снята. Субтитры создавал DimaTorzok